В ночь на 6 июня 2023 года была разрушена плотина Каховской ГЭС. МВД Украины заявило, что по правому берегу Днепра в зону подтопления попали около 16 тысяч человек. Окупационная администрация Херсонской области сообщила, что в зону подтопления на левом берегу Днепра попали около 22 тысяч человек. Две трети экономики Украины на тот момент были привязаны к каскаду Днепровских водохранилищ. Глава администрации судоходства Украины Евгений Игнатенко рассказал, что Каховский шлюз был крайним днепровским шлюзом, выпускавшим все суда в сторону Открытого моря. Расследование агентства Associated Press показало, что российские оккупационные власти значительно занижали число погибших. В начале наводнения назначенная Россией администрация Херсона посоветовала жителям не волноваться. При этом, по словам местных жителей, сами оккупационные власти сбежали. В феврале 2024 года Европейский парламент принял закон, объявляющий крупный и умышленно причиненный экологический ущерб, сопоставимый с экоцидом, преступлением. В связи с уничтожением сотен миллионов живых организмов, разрушение плотины стало основанием для возбуждения дела по этой статье. Украинские власти утверждают, что подрыв сооружений Каховской ГЭС был совершен около трех часов ночи. Вероятно, военнослужащими 205-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. По данным украинской разведки, основные работы по заминированию россияне провели сразу после захвата станции. 7 июня норвежская мониторинговая группа Nordstar сообщила, что 6 июня в районе Каховской ГЭС зафиксированы сейсмические толчки. Время совпадает с началом разрушения плотины. Магнитуда может указывать на тротиловый эквивалент до одной тонны. Издание The Guardian рассказывает, что СБУ опубликовал запись разговора, где двое мужчин обсуждают разрушение плотины и заявило, что он произошел между оккупантами. Там это наша диверсионная группа, они хотели этой дамбой пугать. Пошло не по плану, больше, чем они планировали, заявляет голос на записи. 9 июня 2023 года газета The New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Байдена, что американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее обрушения. Сотрудники национального парка Каменская Сечь летом 2023 года засеяли дно бывшего водохранилища луговыми травами, чтобы не допустить высыхания почвы и возникновения песчаных бурь. Самовосстановление экосистем началось через несколько дней после спуска водохранилища. Сейчас там растут ивы и тополя выше человеческого роста. Из-под воды вновь появилась заповедная зона Великий Луг.